Итак, что касается налоговых законопроектов. Вообще следует заметить, что их было немало, и здесь отличились как депутаты Государственной Думы, так и правительство. Начать хотелось бы, пожалуй, с центрального законопроекта ноября. И этот законопроект, как ни удивительно, касался единого налогового счета. Ну, удивительно это потому, что, в общем-то, положения единого налогового счета еще не вступили в силу. Но дело в том, что для апробации этого института проводился эксперимент. И в рамках этого эксперимента были выявлены определенные недостатки, на устранение которых и направлен соответствующий законопроект. Здесь следует заметить, что законопроект был подготовлен депутатами от Единой России. Ну, и, если я не ошибаюсь, все эти депутаты, они также входят в комитет по бюджету и налогам, который возглавляется Андреем Пакаром. Во-первых, законопроектам предлагается изменить терминологию части Первого налогового кодекса и убрать оттуда упоминание таких понятий, как излишнеуплаченный налог и излишнеузысканный налог. Поскольку такие понятия уже не соответствуют Единому налоговому счету, поскольку там используется терминология «сальдо». Кроме того, предлагается уточнить порядок начисления пеней до 1 января 2023 года. Пожалуй, самым интересным положением данного законопроекта является то, что положительная сальдо умершего налогоплательщика будет перечисляться на счет этого налогоплательщика. Ну, интересным это положение является потому, что, по сути дела, это возврат переплаты по налогам умершего налогоплательщика. И долгое время этот вопрос оставался спорным. На практике сложилась такая ситуация, что во внесудебном порядке вернуть излишнеуплаченные налоги умершим налогоплательщиком было нельзя. И при этом фискальные органы, как Минфин, так и ФНС России указывали на то, что положение налогового кодекса, которое бы позволяли вернуть излишнеуплаченные налоги при смерти налогоплательщика, таких положений нет. То есть, по сути дела, это пробел, и об этом пробеле многие говорили, ученые, об этом писалось в литературе, но, тем не менее, такой пробел не устранялся. Ну, здесь следует заметить, что в судебной практике был все-таки несколько иной подход, и допускалась возможность возврата переплаты в наследственную массу. И совсем недавно как раз Верховный суд принимал такое решение. И вот сейчас, если такое положение будет принято, то, собственно говоря, будет, наконец, в налоговом кодексе устранен пробел, связанный с возвратом переплаты при смерти налогоплательщика. Наконец, еще одно важное положение, это то, что интегрируется положение единого налогового счета с положениями налога на самозанятых, либо иное название налог на профессиональный доход. И вот по поводу этих поправок следует заметить отдельно, что с формальной точки зрения это, эти поправки, они, пожалуй, противоречат положениям налогового кодекса, поскольку процедура внесения поправок в налоговый кодекс, она все-таки исключает наличие в соответствующем законопроекте поправок в иные законодательные акты. А здесь, по сути дела, это происходит, поскольку изменения вносятся также в закон о налоге на самозанятых. Ну, по всей видимости, авторы законопроекта решили особо не заморачиваться по этому вопросу и решили вместо двух законопроектов подготовить только один законопроект. Но я думаю, что каких-либо проблем с одобрением данного законопроекта, несмотря на формальные недостатки, каких-либо проблем с одобрением не будет. Так, теперь переходим к довольно большой группе правительственных законопроектов. Начать хотелось бы с законопроекта, который поступил в самом конце ноября, и он направлен на установление порядка обмена информацией документами между налогоплательщиком и налоговым органом через портал госуслуг. В пояснительной записке к законопроекту особый упор делался на то, что при принятии данных поправок это позволит направлять через госуслуги налоговое уведомление. Ну, прежде всего, уведомление на уплату имущественных налогов. И это, в свою очередь, позволит сэкономить значительные средства, которые тратились на почтовые отправления. Следующий законопроект, также правительственный, связан с НДС. Ну, и здесь вообще следует заметить, что в ноябре очень много было законопроектов, которые связаны как раз с этим налогом. Так вот, один из правительственных законопроектов по НДС направлен на продление применения нулевой ставки к операциям, связанным с пассажирскими перевозками, пригородными пассажирскими перевозками, железнодорожным транспортом. В пояснительной записке указывается на то, что данные поправки, они, во-первых, позволят сдержать цены и оставить их на доступном для пассажиров уровне. Ну, и, кроме того, эти поправки также позволят иметь налогоплательщикам средства на обновление подвижного состава. Следующий законопроект по НДС, он направлен на освобождение операций, связанных с военными программами. Ну, тут на самом деле возникла проблема, что военные программы, поскольку они имеют ограниченный доступ, то есть могут относиться вообще к какой-либо тайне, они не включаются в реестр, что является условием для применения освобождения в отношении операций с компьютерными программами. Соответственно, чтобы устранить этот недостаток и распространить льготу, в том числе на военные программы, и предлагается правительством внести соответствующие поправки. Также правительством предлагается установить льготы, налоговые льготы в рамках федеральных программ. Так, при реализации определенных операций в рамках федеральных программ будут освобождены от НДС отдельные операции по передаче работ и услуг. Ну и, кроме того, по налогу на прибыль устанавливаются правила, связанные с неучетом определенных доходов, которые также получаются в рамках федеральных программ. Ну, все это направлено на оптимизацию реализации соответствующих программ и исключение каких-то лишних расходов для участников соответствующих программ. Так, ну и заключительный правительственный законопроект в ноябре, он касался инвестиционного товарищества. В данном случае предлагается уточнить правила, связанные с формированием налоговых баз применительно к инвестиционному товариществу. Ну и, кроме того, предлагается скорректировать и уточнить правила, связанные с последствиями при выходе из инвестиционного товарищества и при расторжении договора инвестиционного товарищества. По мнению правительства, данные поправки, они позволят, ну, создать определенную, точнее, повысить привлекательность института инвестиционного товарищества. Так, переходим к депутатским законопроектам и вновь обращаемся к НДС. Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, ну, то есть, можно понять, что это депутаты от «Справедливой России», предлагают установить новую льготную ставку по НДС в 5% на социально значимые товары. Ну, в данном случае речь идет о продовольствии, каких-то детских товаров, а также о лекарствах. При этом авторы считают, что данные поправки приведут к тому, что на соответствующие товары снизится цена. Следует заметить, что реализация данных поправок может привести к значительным потерям бюджета. Ну, по оценкам авторов, здесь потери могут составить более 300 миллиардов рублей в год. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства, ну, и, как, думаю, многие понимают, естественно, правительство не радо о такой инициативе. При этом в своем заключении правительство отмечает, что само по себе снижение НДС не влияет на цены. Ну, и здесь, в общем-то, правительство руководствуется предыдущим опытом. Поэтому, как указывает правительство, цели авторов законопроекта не будут достигнуты. Кроме того, отмечается, что, несмотря на значительные потери, авторы не приводят тех источников, за счет которых можно будет компенсировать значительные потери федерального бюджета. Следующий законопроект, он, на самом деле, во многом похож на предыдущий депутатский законопроект. Этот законопроект, он связан с НДС, он был подготовлен депутатом Останиной, это депутат от КПРФ. Им предлагается установить уже нулевую ставку в отношении детских товаров. В обосновании своего предложения автор указывает на то, что в настоящий момент, если брать весь объем детских товаров, то лишь 20% производится в России. Все остальные являются импортными, при этом здесь проблема заключается в том, что, в общем-то, производство большинства импортных товаров в России не налажено. Это связано и с составляющими, например, подгузников, это связано с какими-то продовольственными товарами и так далее. Соответственно, поправки направлены на развитие импортозамещения, ну и в том числе и на сдерживание цен на соответствующие товары. При этом соответствующий законопроект при его реализации может привести к значительным потерям бюджета, которые будут превышать 700 миллиардов рублей. Следует заметить, что на данный законопроект какого-либо заключения правительства, ну, когда я смотрел, не было, но можно предположить с учетом предыдущего законопроекта, что, конечно, заключение будет отрицательным. Ну и перспектив особо у данного законопроекта нет, поскольку большинство Государственной Думы такую инициативу не одобрят. Так, ну и закончить хотелось бы законопроектом, который направлен на повышение вычета по НДФЛ при приобретении жилья. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов от ЛДПР. Законопроект нам предлагается повысить имущественный налоговый вычет с 2 до 3 миллионов рублей при приобретении жилья, а также имущественный налоговый вычет с 3 до 4 миллионов рублей, связанный с уплатой процентов по кредиту, который брался для приобретения жилья. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что соответствующие вычеты, а точнее их размер, он устанавливался в 2013 году. То есть прошло 9 лет, и с учетом роста цен на жилье соответствующий размер вычетов уже не актуален. Здесь следует заметить, что в данном законопроекте есть также и еще интересная поправка, которая связана с тем, что предлагается отменить принцип одноразового применения соответствующих вычетов, налоговых вычетов при приобретении жилья. То есть предлагается установить право налогоплательщика, неоднократно применять такие имущественные налоговые вычеты. Ну, каких-либо оценок правительства на данный законопроект я не видел, но можно предположить, что они будут отрицательными. Ну и, соответственно, большинство Государственной Думы также не поддержит данную инициативу. О налоговых законопроектах в ноябре все.